Почему отношения в семье испортились причины? В действительности причин для возникновения кризиса в семье или просто паре очень много. Они бывают формальными и реальными. К формальным можно отнести различия в характерах, социальном статусе и так далее. А вот реальными являются причины, которые происходят уже от особенностей личности. К таковым относится эгоизм партнера. Он не готов ничего давать отношениям и вкладывать в них. Он привык только получать отсутствие личного пространства у партнеров. Либо один не умеет его давать, либо не умеет получать отсутствие навыков или желания договариваться друг с другом желание делать не так, как родители или наоборот. То есть, отношения строятся на основе некоторых стереотипов одного из партнеров – открытость пары, когда в отношении может вмешаться каждой третьей особенности характера. Воспитание играет сильную роль или какие-то детские травмы. Они могут мешать выстраивать отношения. Как видите, причин много и с каждой нужно работать. Помните, что в отношениях не всегда бывает сладко и потому важно правильно себя вести. К тому же строятся отношения очень долго, а вот разрушиться могут вмиг, что вы даже не заметите сами. Что приводит к ухудшению отношений, как нельзя себя вести. Если пара постоянно ругается, то это приводит к тому, что пропадают все нежные и добрые чувства. Не стоит постоянно спорить и настаивать на своем. Учитесь уступать друг другу, даже если вы не совсем правы. Часто это бывает полезно. Возможно, вы действительно окажетесь неправы, а если наоборот, то вторая половина быстро осознает свои ошибки. Кто провокатор? Инициатива всегда предполагает не только удовольствие, но и определенную долю ответственности. И очень хорошо, если в отношениях все делится пополам. Вот только часто только один выступает инициатором, а второй ему не противоречит. Придумывать все в одиночку сложный человек быстро устает, а второй часто прячет свои желания и мнения, потому что его все равно не слушают. В такой ситуации стоило бы разделить сферы влияния и дать поуправлять другому тем, что для вас привычно. Сделайте список, где расскажите, кто и куда хотел бы отправиться. Дайте подумать медленному партнеру или наоборот. Старайтесь быстро откликнуться на «быстрова». Чтобы он не успел перегореть, любая пара имеет определенные ресурсы, власть и связи. В итоге кому-то нужно меньше прав, а кому-то больше. Он хочет распоряжаться деньгами, строить планы, чтобы все было так, как он хочет. К примеру, муж предлагает поехать к родителям на выходные. И вот тут жена понимает, что ей придется собирать вещи на всех детей, готовить, убираться и в огороде работать, а муж идет с друзьями на рыбалку. Согласитесь, сразу же все желание отпадает. Универсального решения подобных проблем не существует. В таком случае требуется долгая работа с психологом, который поможет выстроить личное пространство. У каждого должна быть своя территория и за каждым желанием должна быть еще и возможность обеспечить взаимовыгодные условия. Изменился состав семьи и нередко проблемы возникают, когда состав семьи меняется. Это может быть рождение ребенка, переезд одного из членов или смерть. Однако, в данном случае предполагается и качественное изменение. К примеру, мама больше не может сидеть со внуками. Муж заболел и перестал помогать по дому. Семья же пытается эти изменения переварить. Кто-то должен взять на себя обязанности, которые другому теперь не выполнить. Придется перестраиваться под новый лад, а пока у вас будут возникать некоторые проблемы. В данном случае нужно просто немного потерпеть. Сделайте все возможное, чтобы ваши отношения наладились и вошли в привычное русло. Потеряно доверие. Доверие в семье может быть нарушено по разным причинам. Это может быть измена, предательство, а также другие факторы. Они являются отличным поводом для нарушения доверия в паре. Помните, что доверие можно со временем вернуть. Вот только работать над этим должны оба. Один должен научиться доверять заново, а второй ему в этом помочь. Доверие восстанавливается не сразу. Сначала попробуйте доверить что-то маленькое, а дальше уже можно больше. В самом начале отношений мы всегда хотим доверять человеку полностью, но если вторая половина не оправдывает отношения, то, возможно, что вы слишком много ждали. Не требуйте больше, чем человек может дать, да и все мы люди и склонны к ошибкам. Разрушившиеся надежды, совместные планы, мечты, розовые очки – это все держит людей вместе. Очень красиво звучат слова о покупке новой квартиры, приезде, счастливой семье. И как плохо бывает, когда все надежды не оправдываются. Обычно это обусловлено несколькими факторами. Вы считаете, что в отношениях вы друг за друга, но на самом деле каждый отвечает за себя мы вместе навсегда, а может и отношения себе жили у нас одни и ценности, но на самом деле у каждого свои приоритеты. У нас все получится, но с чего такая уверенность? Просто так от большой любви. Другими словами, отношения никогда не могут быть идеальными, не все происходит, как должно быть. Это все испытания на всю жизнь. Если вам очень плохо, если все разваливается, то не бойтесь сходить на терапию. Лучше отпустить это все, не задерживаться на плохом. Как начать налаживать отношения? Начать налаживать отношения довольно трудно, но для начала стоит разобраться в ваших чувствах. В этом помогут три простых вопроса, чего вы ждете. Романтики или того, что посерьезнее. Если второго, то следует договориться о каких-то совместных действиях. Вы же взрослые люди и умение говорить, да и вместе вы уже давно, так что действуйте. Если у вас дома очень хорошо, то постепенно это и станет общим спасением и решением всех проблем. Делайте так, чтобы дома всегда было хорошо. Каждый день и по чуть-чуть. Вы готовы давать и брать. Если что-то хочется в большей степени, то это нехорошо и в будущем приведет к большим проблемам. Независимо от обстоятельств, любые отношения можно восстановить, но только цена будет разной. Например, муж алкоголика не собирается исправляться, а жена, чтобы сохранить отношения, работает за двоих, старается сделать все, чтобы не зависеть от него, да еще и благоверного обеспечить, а еще жертвовать собой, чтобы вытащить из разных ситуаций любимого. В итоге она станет понимать, что жертвы слишком большие и того не стоят. Тем более, что муж этого всего не замечает, да и вообще за личность ее не принимает. Вот от этого и возникают все проблемы, потому что отношения умирают и становятся чем-то вроде консервной банки. В таком случае лучше признать свои потери и постараться уйти, чтобы не потерять еще больше. Если все не так плохо, то можно попытаться спасти отношения, но помните, что делать это должны оба, а не кто-то один. Как наладить отношения в семье, если все плохо? Это нормально, когда в отношениях наступает кризис и когда вы его преодолеете, то будете сильнее любить друг друга. Или совсем отдалитесь. Тут все зависит от вас самих. Как утверждают психологи, к кризисам стоит относиться спокойнее. Это позволяет укрепить отношения и убедиться, что выбор сделан правильно. Каждый из вас, когда захочет новенького, должен понимать, что он потеряет. Чтобы наладить отношения с любимым во время кризиса, воспользуйтесь простыми правилами. Живите для себя. Не старайтесь в это время посвящать всю себя мужчине. Обратите внимание на себя. Подумайте, что вам хочется от жизни, займитесь карьерой и задумайтесь о своем счастье. Так вы сможете посмотреть на свои отношения со стороны. И сразу станет понятно, чего именно от них хочется получить, а что стоило бы исправить. Помните, кризис является лучшим временем, чтобы подумать о себе. Не выяснять отношения во время кризиса, лучше не выяснять отношения. Конечно, вас все бесит и раздражает, но ведь и его тоже. Если поддаваться на провокации, то будут возникать ссоры на пустом месте, которые ничего хорошего для отношений не принесут. Если вы хотите обсудить, что вам не нравится друг в друге, то обязательно сделайте это, но только без лишних эмоций. Не забывайте, что у него тоже к вам накопились претензии. Помните, что вы разные, каждый по-разному воспринимает стрессовые ситуации. Мужчины часто закрываются в себе, а женщины наоборот. В плохие времена лучше выговориться подруге или маме, а ему лучше дать время все переварить. Лучше в такой период отдохнуть друг от друга и отправиться, к примеру, в отпуск. Договоритесь, что вы выясните все, но когда будете к этому готовы. Не стоит давить на мужчину и позволять делать это же с собой. Каждый из вас должен добровольно согласиться спасать отношения, либо отказаться от этого. Вот только после этого можно о чем-то говорить. Любое давление и ничего хорошего не даст, так что лучше подождать. Видео «Как наладить отношения с мужем». Психология отношений. Эмоциональный контакт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова